Как убедить американского работодателя подать на грин-карту на своего иностранного сотрудника на основании трудоустройства? Это рабочая миграция в категории EB3. Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Итак, какие аргументы может применить иностранный сотрудник, который уже работает на компанию или хочет работать на американскую компанию, чтобы эта американская компания спонсировала его на грин-карту по программе EB3? Первое. Конечно, если сотрудник может предложить какие-то критические и нужные знания, умения. То есть заполнить нишу в этой компании, заполнить позицию, которая объективно нужна. Второе. К своей лояльности компании предложить работать на компанию какой-то период времени. Это особенно цена для индустрии, характерных текучкой кадров. Третье. Предложить какие-то материальные бенефиты в плане сокращения расходов для компании. И это, конечно, заработная плата. В зависимости, с каких стран приезжают иностранные сотрудники, иногда они могут согласиться работать за меньшие деньги, чем американские граждане и резиденты. И хочу подчеркнуть, что это только на начальных порах. Программа EB3 предполагает, что заработная плата определяется департаментом труда. И после получения сотрудникам грин-карты компания не может платить ему меньше. Но на какое-то первое время, если у потенциального сотрудника есть такая возможность, он или она могут пойти на какие-то компромиссы, что будет выгодно американской компании. И, соответственно, это будет мотиватор для компании подавать иммиграционные документы на такого человека. Четвертое. Как можно убедить работодателя? Конечно, глобальная перспектива. Иностранный профессионал, который может говорить на нескольких языках или на одном языке, другом, помимо английского, может помочь компании выйти на международные рынки или внутри США на комьюнити иммигрантов. Если компания работает только на американском рынке, то, конечно, иностранный сотрудник может поспособствовать привлечению другой группы населения, как клиентов или покупателей для компании. И пятое. Конечно, культурная диверсификация. Особенно это актуально для больших компаний, корпораций. Они пытаются привлечь сотрудников с разным уровнем образования, с разными культурными ценностями, потому что в конечном итоге это приносит разнообразие в компанию и позволяет компании использовать разного рода знания, умения людей, которые выливаются в экономические бенефиты. Последнее, что я хочу заметить, это про деньги. Как дорого или нет для американской компании обходится спонсировать иностранного сотрудника. Суммы, юридические услуги, какие-то государственные сборы, они доступны любому, даже совсем небольшому бизнесу. Я упомянула под пунктом 3, что сотрудник может помочь компании сократить свои расходы, если он или она согласятся работать за небольшие деньги. Но я хочу дополнить этот пункт. Помимо работы за небольшие деньги, сам факт работы сотрудника, он уже позволяет сократить компании расходы. Если этот сотрудник работает, он видит, что приносит ценность компании и, соответственно, работодатель его хочет удержать. Предположим, гипотетически, такую ситуацию этот сотрудник завтра уходит. Компании надо искать нового сотрудника, что занимает время. Этого нового сотрудника какое-то время надо обучать, даже если он с опытом работает, но в другой компании надо вводить его в курс дела. Это занимает какое-то время. Для компании это все переводится в денежный эквивалент, то есть это потери. Соответственно, если уже человек работает, если он устраивает компанию, то компании выгодно в любом плане его удержать, нежели он уйдет работать на конкурентов, которые будут его спонсировать на EB3, и компании придется искать нового сотрудника. Во время консультации некоторые люди говорят, что хотели бы претендовать на рабочую иммиграцию по программе EB3, но они работают сами на себя. Например, тракт-дайверы. Одни, он-оперейтор, как в США, есть такая форма деятельности, они работают на себя. Хорошо, вы можете работать на себя, но ничто не ограничивает вас в поиске работодателя. Если вы найдете такую компанию, которая захочет с вами сотрудничать, вы можете договориться, какое время вы проработаете на эту компанию, за какие деньги. После получения грин-карты в законе не прописано, сколько вы должны работать, как долго. То есть все должно быть в пределах разумного. Этот вопрос тоже можно обсудить с вашими потенциальными работодателями. Если вы сейчас работаете на себя, или если вы работаете на компанию, вы открыли такой диалог со своим работодателем, и компания говорит, политика нашей компании, что мы никого не спонсируем, извините, ничего личного. Окей, ничего не ограничивает вас в поиске другого работодателя, который будет открыт к такого рода сотрудничеству. Это тоже важно знать и понимать. И последнее. Для тех, кто находится в США сейчас в ожидании рассмотрения дела по политубежью, тоже часто задают вопрос, как можно ускорить этот процесс. Есть очень лимитированное количество способов ускорения рассмотрения политубежья. Это живая очередь. И все иммиграционные департаменты, иммиграционные суды, конечно, сейчас забиты. Очень большие очереди. Поэтому без каких-то экстраординарных обстоятельств исключительно сложно ускорить. Однако параллельно вы можете претендовать на другие способы иммиграции, под которые вы подходите. Опять возвращаясь к программе ИБИ-3. Люди, которые приехали в США, попросили убежище, получили разрешение на работу, стоят в очереди, ждут рассмотрения своих дел. Большинство из них все равно где-то работает. Небольшой процент занимается предпринимательской деятельностью, но большее количество входят на работу. То есть у вас уже есть работа, у вас уже есть работодатели, с которыми можно начать потенциально этот диалог. Так что берите дело в свои руки, не откладывайте. Если вам требуется более подробная юридическая консультация или сопровождение по этому процессу, пожалуйста, обращайтесь. Продолжение следует...